Ну что, настал день Икс, я только проснулась, время полвосьмого, мне надо к десяти приехать туда, и я всё-таки решила, что я позавтракаю, почему? Потому что потом вот так целый день не есть, мне ещё добираться до дома бог знает сколько. Я уже готова, одела платье всё равно, вчера было нормально, а сегодня уже 25 обещаю, да и пофиг, там всё равно, если мне будет жарко, значит там всем будет жарко, так что всё равно. Ну, на всякий пожарный, если уж я совсем там буду потеть, я взяла ещё запасное платье в горошек, в горошек, я вся в горошке, блядь. Ирка вчера весь день оформляла отказы, а сегодня уже начали люди обратно возвращаться, бронировать. Что, сейчас я приезжаю туда, вызову такси, потому что до туда не едет транспорт, я уже говорила, по-моему. Приезжаю, будут показывать гипнотический фильм. Просто я не знаю, можно там снимать или нет, но если получится, я, конечно же, для вас что-нибудь досниму, если получится. Но на рожон релесть я не буду, понятное дело. А, сначала идёшь в 17 кабинет, оплачиваешь, у меня оплата будет наличкой. Потом идёт инструктаж, кто-то с нами будет разговаривать, возможно, гипнолог, который будет гипнотизировать. А потом уже сам гипноз. Ну и, как говорится, гуляй, Вася. Всё, заказала я такси, встаёшь, ду. Уже пишут, что сейчас должно подъехать. Рюкзак что-то у меня такой, я вчера в спортивном костюме была, пока всё сложила, бля, у меня просто под завязку. Я надеюсь, там есть куда вещи сложить, просто я уже не помню вообще, есть там что-то, нету. Ну, если нет, придётся с рюкзаком таскаться. Просто он такой, тяжеловатый, у меня тут всё, зонты и одежда. Я на месте, вот, поликлиника номер 6. Это всё находится в поликлинике. Так что, захожу, время без 5.10. Интересно, они открыты, нет? Сейчас посмотрим. Ого, господи. А вам что, не помогло? Ой, я 30 лет уже хожу. Худей, опять поправляйся. Ну, мне гормоны ещё. Ну, гормоны. Ясно. То есть, если через два месяца нет никаких результатов, то уже можно приходить бесплатно, да? Там как, если похудеть, 5-6 килограмм. А, то есть, если мало. Я не говорю столько, я говорю там 2-3, чтобы повторно записали. Потом по телефону, не приходить, а по телефону позвоните. Вот, например, сегодня вы будете, да? Так, получается, июль месяц, в августе, в начале, в августе, не позже, в начале августа звоните сюда и скажите, что вы похудели. И вас запишут на повтор. А если вы, знаете, в конце августа запишите, то позвоните, уже тут поздно. Угу. И без плана. Заранее. Второй месяц. Ясно. Сейчас прогуляемся. Что у нас тут? Рахив. Мне нужна касса, мне надо же заплатить. Я не туда иду. Заплатила. Ищу туалет. Что-то я не нахожу туалет. Все, все закончилось. У меня просто рюкзак такой, рюкзак тяжелый. Все закончилось. Я уже вышла, вызвала такси. Жду такси. Потому что ехать своим транспортом, конечно, не хочется после такого расслабления. Нормально все прошло. Много разговаривали. С вопросом там задавали. Ну, по диете, что я могу сказать по диете? Нельзя. Сахар и все, что содержит сахар. Мучное, понятно, пирожки там и все остальное. Макароны, макароны. Картошку нельзя. Картофель ни в каком виде нельзя. Жирное нельзя. Жареное. Посмотрим, как это по факту выйдет. Не знаю. Ну, а так ничего прикольно. Еду домой сейчас. Еду домой. Занесу рюкзак, потому что он тяжелый. Пойду в магазин, наверное. Серега там один дома. Ждет, когда кто-нибудь придет. Андрей же на работе. Илюха уехал куда-то. Все, я уже дома. Думаю, надо мусор выкинуть же. Мусор уже два дня. Вот как я уехала. Так, и все. Кто-то там мазила, да? Кто сырки ела мимо, мусорки выкинул. Я до тут не достану, потом сам полезешь. Сейчас немного расскажу, как что было. Сейчас я выйду. Приехала я, значит, оплатила. Должна была оплатить 15 900. А мне сказали, что сделают скидку. 15 100 я заплатила. Вот. Что? Сели мы, посмотрели фильм. Он старый. Еще тот, который был лет 10-20. Короче, он один-единственный. Там... А, я, кстати, не видела. Там еще одно время-другое что-то показывали. Такое гипнотическое. Этот фильм был не гипнотический. Он был такой, больше как фильм-отзыв. Там люди рассказывали, насколько они сбросили. За сколько времени. И все такое. Сам вот этот метод доктора Смелова рассказывали про него. Потом с нами долго разговаривал мужчина. Отвечал на все вопросы. А, кстати, сахар зам можно. Сахар нельзя, сахар зам можно. Вот. Любой, про чем он сказал. Мед нельзя. Да, тетя Лена, теперь вот мед. Я не знаю, куда вот его девать. Кроме меня его и так никто не ел. Не знаю. Вот. Что еще? Ограничение по воде, я говорила. Литр, полтора литра максимум. А, в плане еды. Первое, сказали, после гипноза, после сеанса, есть можно первый раз через два часа. Вот. Если не хочешь есть, не ешь. Я не хочу пока. Честно, я не заметила, чтобы что-то изменилось пока что. Как себя чувствую, так и чувствую. Вот. Что еще? Далее вот эту книжку, надо ее будет почитать. Далее книжку. Там написано, что можно есть, что нельзя. Я уже вам чуть-чуть сказала. Что еще? Вот он отвечал на вопросы. Ну и потом уже мы подписали договора все. Было две группы. В одной группе 25 человек. Я была в первой группе. А вторая группа, ну, считай, целый час нас ждала. Когда нас там, ну, первая, потом вторая. Вот. Ну, конечно, люди все разные. Трое там уснули. Я вот думала, а не, я не усыпала, слава богу. Все нормально, я так переживала, что уснула. Я не люблю, когда спать во время гипноза, но все нормально. Гипноз длился около часа. Ну, может, минут 50. Я не знаю, просто я не засекала. Все телефоны должны были быть отключены. Нас прям конкретно предупредили. И что вы думаете? Все равно одна умудрилась протащить телефон. И он зазвонил. Ну, точнее, он завибрировал. Она такая, а я думала, не будет. Ее там чуть с говном не съели. Я имею в виду, сами же девчонки. Когда война, я, тебе же сказали, что без телефонов. Она говорит, я думала, на вибрацию не будет слышно. А слышно еще как. Там такая комната, мне кажется, она специально оборудована. Очень удобное кресло. Вот. Скамеечки для тех, у кого рост пониже. Для ног, чтобы было удобнее, комфортнее. Те, кто высокие, они, конечно, были без скамеек. Но я себе брала, потому что я невысокая. Вот. У меня ноги до пола не доставали. Что еще? Ну, а там дальше уже посмотрим. Ну, в договоре, что там пишешь. Свой рост, вес. Я плюс-минус, я даже забыла взвеситься. Плюс-минус написала. Написала 132. Думаю, да. Пускай так будет. Какая разница. Так. Ну, и так все вроде бы. Вот. Приду книжку, почитаю. Там посмотрим. Вот он прям делал акцент. Знаете, самый большой акцент, такой был во время гипноза, что нельзя есть хлеб. Это прям вообще. Картошку. Все, что мучное, сахар. И все, что содержит сахар. Вот прям. Он прям проговаривал о том, что если ты съешь это, то начнутся боли в животе, тошнота, рвота. Что-то еще там, короче, страшно. Из фруктов нельзя есть, знаете, что? Дыню, виноград, финики и инжир. Вот это вот запрещенное. Это нельзя. Бананы можно. Майонез, кстати, он сказал, что можно, но это должно быть минимальная жирность. Ну, грубо говоря, 30%. Вот есть же 30%. Вот здесь 55%, я смотрю. Но в то же время как-то странно. Если можно, да, но здесь же по-любому сахар есть. Я больше чем уверена. Соль, сахар. Вот, есть. Не знаю. Смотрю, тут новинка появилась. Паста с тунцом для бутербродов. Ну, хлеб, понятно, нельзя. Но, опять же, я читаю, здесь сахар. Беру вот этот майонез. Кстати, вот этот майонез мне очень понравился. Он по вкусу очень вкусненький. Тоже здесь есть сахар. Он 50% жирности. 50. Не 67, как обычный. Я не буду брать майонез. Вернее, я взяла, но только своим. Себе я брать не буду. Я считаю, что если уж отказываться от сахара, то надо уже прямо отказываться от него, правильно? А не вот так вот. Тут можно, тут нельзя. Молочку можно. Уже хорошо. Так, где моя молочка? Вот, возьму пару молочка. Молочка я тоже не могу злоупотреблять, потому что у меня тогда прыщи начинают выступать. Поэтому взяла два молочка чисто. Вот чай попить с молоком. Знаете, что еще нельзя? Нельзя лук, чеснок. Вот все, что вот приправы. Лук, чеснок тоже нельзя. Прикиньте. То есть, если даже ты что-то делаешь на всех, то у себя из тарелки ты это все вылавливаешь. Я уже пришла из магазина. Сейчас бы Цинка с ним распаковочкой будет заниматься делами. Надо прибраться, поесть предупреждать. Интересно, они вообще что-нибудь съели? Сергей все съел. Все, что я ему оставляла, все съел. Молодец, умничка. Мне кажется, папа тоже. Сереж! А папа что кушал вчера? Надюк с чем-то. С индейкой? Да, наверное. Короче, они вместе со Серегой съели все, что я приготовила. Ну, хорошо, молодцы. Так. У нас съели, значит, съели. Блин, я забыла, что я сыр уже купила. Ну, ладно. А! Сыр у нас есть, но я купила еще, почему-то я думала, что у нас нет сыра. Почему я так подумала? Кстати, сыр можно. Сыр можно, правда, я не знаю, куда его можно добавлять, если я даже, если честно не знаю, что есть. Грубо говоря, овощи и мясо, белок и это. Так, что я купила? Я купила, кстати, сейчас себе приготовлю салат. Надо уже что-нибудь поесть. Приготовлю салатик, зелень тут всякая разная. Разная. У Сергея ружет какой играется. Что еще я купила? Сыр. Уже натертый. Мне тут сыр взяла. Я думала, что это, знаете, какой сыр, который, как он там называется-то, 15 островов или что-то такое. 15% жирности. Ага. Я взяла обычный российский, просто он уже натертый. А он, наверное, фиг знает сколько жирности, 50%. Ну ладно, фиг всем. Это впиток детям пойдет. Я не буду есть. Так, дальше что? У меня какое-то состояние двоякое. Я вот есть хочу, но я не знаю что. Вот и хочу, и не хочу, и не знаю что. И вот как-то вообще непонятно все. Так, гель для стирки 100 рублей. Да, я вот такой обычный покупаю и все. Меня он вполне устраивает. Взяла вот такое вот тоже. Что он тут? Фрилли салат. Вот этот мне нравится, потому что он хрустящий. И он, наверное, тоже сейчас салатик добавлю. Или лучше сначала вот эти съем, потому что вот такие они уже подуставшие листочки. Интересно, сейчас я быстренько посмотрю. Они, я надеюсь... А, ну хорошо. Я просто подумала, вдруг они сели все огурцы и помидоры. Ну нет, слава богу, я уже вам сказала. Лук и чеснок тоже нельзя. Ну как нельзя, да? Вот ты варишь, например, суп. Вот он рассказывал. Варишь, например, суп. Если ты делаешь суп с мясом в 99% из 100, да? То, значит, это мясо должно быть как минимум вторым или третьим бульоном. То есть скипел, слил. Скипел, слил. Ну, понимаете же, да? Вот, добавляете, что хотите, говорит. Лук, морковку. Морковку и так можно. Лук, морковку, картофель. Там все, что макароны, что хотите добавлять. Но потом просто это вылавливаете. Все, что нельзя. Лук, картошку надо выловить. Пока как-то так. Сироп взяла. Не знаю, зачем. Серега говорит, что у него питье есть. Не знаю. Илюха такой, что? Илюха еще даже дом не появлялся. Так что сколько? У меня три нет точно. Вот взяла, что себе. Взяла мягкий творог. У меня же еще есть. Я тут покупала на днях. У меня есть манго. У меня есть манго кубиками. Вот. Видно? Так что, слава богу, хоть это у меня не забрали. Не, я не об этом. Я просто к тому, что... Он сказал, что фрукты можно есть в любом виде. Замороженные, сорванные. В каком хотите. Говорит, в виде можете есть. Хорошо. Яблоды, фрукты. Я уже сказала, кроме чего. Кроме дыни, финики, винограда. Бананы можно. Это очень хорошо. Если я буду хотеть мороженого, у меня хоть будут мороженые бананы. Уже хорошо. Хотя, по идее, по идее, после гипноза, я, как он там говорил, во время гипноза, что равнодушие должно выработаться. Равнодушие. Посмотрим, посмотрим. Ну, я, говорю, зашла в магазин, у меня какое-то состояние такое. Вот смотрю на шоколадки, да? И не знаю, как-то ровно. Ну, это уже хорошо, да? Наверное. Винегрет, Андрей, взяла. Сделаю сегодня сейчас ему шашлык, наверное, с макаронами, что ли. Потому что, наверное, картошка-то уже нет. Не знаю, что они там картошку съели, нет? Взяла два молочка. Молочка, потому что сливки слишком жирные. Взяла молочко. Молоко, он сказал, можно. Молоко, ряженку, кефир. Лучше кефир, он сказал. Ну, кефир я, блин, как-то не очень. Ну, как говорится, может, из-за кефира запью, но вообще я стараюсь молочку не сильно есть, потому что я уже говорила сто раз, потому что у меня прыщи потом начинают выступать, а мне это не нравится. Когда я молочку не ем, у меня нормальная кожа. Ну, то есть ни одного, ни прыщика, ничего нет. Вообще все чистенько, все хорошо. Как только я начинаю пить молочку или есть, йогурт, там вот эти творожки. Все, у меня начинается то там скачет, то здесь, то еще где-нибудь. Машины продерживаются. О, да, они их начали, начали есть. Дальше. Хлеб Андрея. Хлеб Андрея взяла, потому что, ну, конечно же, он не купил его. Это так понятно. Так. И белокурицу. Здесь, короче, бедрышки. Что тут еще я вижу? Голень. Бедрышки и голень. Кожу с курицы надо снимать. То есть курицу можно есть, но кожу снимать надо. Жарить ее нельзя. Только тушить, запекать. В принципе, запекать можно и в духовке, да? Можно просто даже с водичкой. Да, кожица будет хрустящая, но ее надо будет снимать, потому что там жир. Вот как-то так. Все. Вот и вся распаковка. Надо попить водички. Спасибо тебе, кстати, Иришка, что ты мне наполнила бутылочку. Спасибо тебе большое. Сейчас приберусь. И надо будет себе сделать салатик. Что у меня будет в салатике? Огурчик, помидорчик. О, чем заправлять? Надо сейчас найти в книжке масло-то. Я забыла про масло спросить, кстати. А масло-то можно вообще? Чем заправлять салат-то, господи? Ну, понятно, я уже поняла, что майонез можно даже. Только более низкокалорийный. И майонезом, он сказал, вообще не увлекаемся. Говорит, ну раз там, грубо говоря, в неделю можно три раза. Где-то так. Что тут у нас? Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Хочу найти, можно ли масло добавлять. О, сливочное масло можно. 10 грамм в сутки. А вот, растительное масло. 10 грамм в сутки. Ну, то есть сливочное. А если я сливочное не ем, можно, например, 20 грамм? И себя буду два раза салат есть. Ладно, надо сейчас будет почитать все как следует. Все. Все, пока, дорогие. А я вот смотрю, вы носки у одной бабушки покупали, что ли? У Илюхи такие же. Так, это я ему дам. А, ясно. А я думаю, что это у вас одинаковые носки. Илюхи. А я думаю, что это у вас одинаковые носки.